2014 год для компании Рено выдался продуктивным на новинки. И я сейчас говорю вовсе не об ультрамодных автомобилях, а о рабочих лошадках. В мае этого года мы с вами познакомились с Логаном второго поколения. Всем привет! В очередном видеообзоре на bizava.ru мы знакомимся с младшим братом Логана, пятидверным хэтчбеком Рено Сандеро второго поколения. Со сменой поколений в семействе Логан Сандеро сменилась дизайнерская концепция. Если раньше пятидверный хэтчбек категорически отличался по дизайну от четырехдверного седана, то теперь в передней части отличия между этими автомобилями растворились. Машины копируют друг друга, но это касается только передней части. Если мы посмотрим на автомобиль в профиль, то в задней части автомобили совершенно разные. Профиль у Сандеро получился достаточно гармоничный. Автомобиль стал короче на 26,5 см и естественно эти сантиметры ушли именно с задней части автомобиля. Оптика осталась точно такой же, как на седании Логан. Ну а проем задней двери сохранил традиционную для Сандеро форму. В верхней части дверь очень широкая. Это способствует комфортной посадке назад. Колесная база у нового Сандеро по сравнению с Логаном сократилась на четыре с половиной сантиметра. И это чувствуется по запасу пространства для задних пассажиров. Сейчас переднее кресло отрегулировано под мой рост. Под рост метр восемьдесят четыре сантиметра. Нельзя сказать, что на заднем сидении уж совсем тесно, но все-таки в Логане запас пространства был больше. В то же время спинка здесь мягкая и коленки размещаются без особых затруднений. Если же вы рассчитываете возить высоких пассажиров, лучше остановиться на варианте Логан. Есть у багажника Сандеро и еще одно преимущество. Дело в том, что здесь спинки заднего сидения складываются, кстати, складываются по частям и достаточно удобно. И вот эта фишка доступна даже для машин в самой базовой версии. В то время как в Логане за эту опцию придется доплачивать. На первый взгляд салон Сандеро полностью повторяет Логановский. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что в пятидверном хэтчбеке многие полезные опции вроде пассажирской подушки безопасности или такие приятные мелочи, как круиз-контроль, можно получить не только в максимальных исполнениях, но и в версиях более доступных. А единственное, чего мы здесь не нашли, это возможности заказать двухцветную отделку передней панели. И откровенно говоря, это не самое страшное упущение. Тест-драйв в условиях 20-ти градусного мороза позволил обратить внимание на одну очень приятную особенность климат-контроля. Ну, помимо того, что автомобиль прекрасно пригревает салон, климат в Сандеро, так же как и в Логане, имеет возможность распределять потоки одновременно на лобовое стекло, в лицо пассажирам и в ноги. Такая особенность характерна для машин, ну, гораздо более высокой ценовой категории. Эргономику у Сандеро можно назвать привычной для машин такого класса. Все основные органы управления находятся под рукой, посадка достаточно комфортная, сидения, может быть, чуть-чуть и не балуют боковой поддержкой, но в то же время профиль у них достаточно комфортный и позволяет устроиться за рулем, даже если вы рассчитываете проехать не одну сотню километров. Что же касается обзорности, то боковые зеркала, ну, я бы сказал, нормальные, а вот стойки лобового стекла чуточку обзор перекрывают. Впрочем, их большая толщина – это забота о нашей с вами безопасности. Я думаю, на это можно смело закрыть глаза. А вот чем обзорность Сандеро выигрышно отличается от Логана, так это задние полусферы. Дело в том, что стекло пятой багажной двери установлено практически вертикально, и когда вы маневрируете в ограниченном пространстве, вы можете контролировать приближение вашей машины к препятствию с ювелирной точностью. В нашей же версии, помимо удобного обзора назад, есть еще и парктроник. В небольшой пробке, которая образовалась как раз во время нашего тест-драйва, мы отметили, что переключение передач у Сандеро довольно четкое, ход рычага мягкий, в то же время фиксация его положений однозначная. Педаль сцепления можно назвать информативной, а крутящего момента мотора объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиных силы вполне достаточно для того, чтобы трогаться с места, практически не прибавляя газ. В общем, толкотня в пробках никаких затруднений мало-мальски опытному водителю не доставит. В обычной же городской езде мощности этого мотора машине достаточно. Сандеро ускоряется охотно, не боится малых оборотов, но индикатор на панели приборов подсказывает нам, что пора переключиться на повышенную передачу. Чисто европейская фишка, сделана ради экономии бензина. И отметим еще одну любопытную особенность. Даже сейчас, зимой, на промерзшем асфальте и на шипованной резине, в салоне не особенно шумно. На самом деле мы едва-едва слышим бул от шипов, что для автомобилей такого класса можно назвать приятным сюрпризом. В отличие от Логана, которому полагается всего два двигателя, оба объемом 1,6 литра, но разной мощностью 82 и 102 лошадиных силы, Сандеро имеет в своем запасе еще один двигатель. Это совершенно новый агрегат, объемом 1,2 литра, он 16-клапанный, имеет мощность 75 лошадиных сил. Кстати, двигатель пришел на смену старому двигателю объемом 1,4 литра. Так вот, на такой машине нам тоже довелось прокатиться. И можно отметить, что машина, конечно, располагает гораздо меньшим запасом динамических характеристик, но в то же время дискомфорта при спокойной езде и при более энергичной не доставляет. А по заявлениям французских инженеров, этот автомобиль может предложить вам экономию топлива от литра до двух на 100 километров. Сандеро, как и Логан, оснащен обычным гидравлическим усилителем руля. Может быть, это не самая современная технология, но в то же время руль при применении такого усилителя сохраняет великолепную обратную связь даже на скользкой дороге. И вот это по-настоящему приятно. Что бы ни происходило под колесами, вы всегда это чувствуете буквально кончиками пальцев. Тормоза у французского хэтчбека выполнены по традиционной для этого класса схеме. Спереди тормоза дисковые, сзади они барабанные. Антиблокировочная система здесь установлена Бошевская 9-го поколения. И работает она достаточно корректно. Вот даже на неоднородном покрытии, когда под левыми колесами оказывается более цепкое покрытие, а под правыми что-то более скользкое, вы тормозите и вы чувствуете, что автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Разве что небольшие похрустывания от срабатывания механизмов системы доносятся до вашего слуха. Но это можно считать незначительной расплатой за надежное замедление. Укороченная колесная база сказывается не только на пространстве для задних пассажиров. Она отражается также на поведении машины на дороге. В частности, Сандера по сравнению с Логаном получил чуть более острую управляемость. Машина на самом деле более точно следует за рулем. В то же время в комфорте пятидверный хэтчбек немного потерял. Сказывается это на том, что ускорение, вертикальное ускорение задней оси чуточку больше, чем у седана. Подводя итоги нашего видео обзора Рено Сандера второго поколения, скажем следующее. Пятидверный хэтчбек, в отличие от своего старшего брата четырехдверного седана, стал более городским. Он чуть более компактный, чуть более маневренный. Он получил версию с более экономичным двигателем и больший набор опций в аналогичных комплектациях. Машина для города подходит наилучшим образом. Но такие автомобили используются не только на городских улочках, но иногда и на загородных проселках. А вот о версии Сандера для дачной эксплуатации, о версии Сандера Stepway мы с вами поговорим в нашем следующем видео обзоре на bizava.ru. До новых встреч!